как-то возмущается ну я если честно три раза прижал я на сейшелах работала все у вас два месяца и ну как бы там понять такого не было я там проходила я одна была работала спокойно а когда сейчас здесь начала с бартером работать вот у меня каждый раз какая-нибудь ситуация приятная то меня не отвезут вообще домой всем привет 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 по времени мне сегодня много с вами пообщаться тоже наконец-то я начала выходить в соцсети после того что у нас происходило так что немножко где-то работала раньше в общем начинала я свою карьеру продавца я работала в blackstar это была моя одна из первых работ проработал там год наверно может чуть чуть меньше потом ушла помощником следственного комитета и училась на юриста вот и потом по стечению обстоятельств так как я закончила модельную школу еще в детстве меня отправили за границу работать поэтому я и полетела потому что начала сама на себя работать так выглядишь старше своего возраста это я когда накрашена когда не накрашена я малолетка да я наконец-то на педикюре на маникюре сня полночи спать не буду чтобы сделать какую-то красоту на себе голова от хвоста не болит болит ужасно 300 невидимых здесь переколола помирились я бы не сказала что мы помирились мы пока просто общаемся без матов без оскорблений во всяком случае пытаемся прийти к какому-то хэппи-энду но если честно максимально сложно особенно в тех условиях где мы находимся нам реально очень сложно с чувствуя себя хорошо последние и точнее вот первый скринин был хороший и через три дня я уже поеду узнавать по у ребенка я прям все теперь в ожидании почему не сплю ребят потому что у меня с ним маникюр педикюр другого времени к сожалению нет вот и красота требует даже таких жертв придется не выспаться но я думаю что днем я досплю обязательно зато я буду с аккуратными ногтями хочу уже на дом 2 вернулась да я так подумала и решила чё это у манских будет здесь один оставаться нет я недавно упокоя уже шевеление чувствуешь нет ребят не чувствую даже живота еще нету я тут хожу все возмущаюсь возмущаюсь когда на меня вырастет я так думаю что она меня бомбанет на шестом на седьмом месяце что я перевернуться не смогу пока я прям по лайту мне кажется отдыхаю в плане что живота нет вещи еще все свои нашу не нужно покупать мне еще для беременных но подушку для беременных я очень безумно удобно как проходит беременность ребят на самом деле хорошо я чувствую этот второй триместр он влияет действительно положительно мои гормоны уже вот так вот не скачет я прям не чувствую этот гнев на весь мир сейчас как-то у меня все бабочки цветочки возвращаются в моей животе и голове все уже намного лучше вот все же намного лучше нежели чем было раньше на самом деле вот правда гормончики поугомонились и я стала немножко спокойнее вот но иногда я конечно даю о себе знать и в обиду стараюсь себя не давать скучаешь по китаю скучаю на самом деле потому что у меня очень много связано с китаем не очень много там друзей работа знакомые и вообще мероприятия все что связано с китаем все созна с положительными эмоциями вообще жизнь за границей мне только положительные эмоции она мне очень много что дала в этой жизни а самое главное я выучила язык сама там и прям вот никогда в жизни не буду жалеть о том что я уехала за границу даже в столь раннем возрасте потому 17 19 лет для знания языка выкарабкалась там сама и мне это в голове заложило очень очень большие плоды и что сколько мне лет мне 24 а в декабре будет 25 все-таки помирились я бы не сказала что мы помирились мы стараемся сохранить семью но у нас это правда очень очень плохо получается очень плохо и мы всеми способами наверно пытаемся это сделать но пока что у нас правда не получается хвостик сделали сами нет я сегодня не сама себе делала хвостик я всегда себя только крашу как я тебя понимаю у меня тоже длинный волос но у меня не свои длинные волос у меня нарощенные вот но ничего вот а мне кстати еще есть другая проблема у меня по беременности начали крошиться зубы очень начали болеть я до сих пор не дойду до стоматолога потому что нужно выезжать и очень-очень долго пролечивать в итоге мне прям это учиться не нравится я знаю что при беременности могут волосы выпадать зубы болеть еще там что-то очень очень много у девчонок всякого бывает вот у меня пошла проблема с зубами и я надеюсь что в скором времени пойду к стоматологу и буду быстренько избавляться от этой проблемы аккуратненько с такими хвостами для хвост кожи головы весьма вредно вредно кушать чипсы вредно пить кока-колу и все это все равно делает уж хвост носить на голове ну уж точно не вредно насть это клёвое спасибо ты любишь никита но если бы не любила ребят нет уже давно забыла что где когда и жила бы своей жизнью поэтому мы из того что мы любим друг друга вот пытаемся сохранять семью здорово по скоро узнаешь да и причем я хочу это сделать сюрпризом знаете как красиво делаю там в шариках коробочках всякие штучки улетел там розы голубинки вот поэтому поеду знаю врача чтоб не написали на бумажечке и попрошу ребят чтобы организовали такой мини сюрприз где жила раз за границей расскажи пожалуйста кем-то работала сколько зарабатывала жила я за границей много где ну в основном в китае в шанхае но была еще и других помимо городах работала тоже в разных городах по китае и психи помню там такие странные названия потом жила в индонезии джакарте на бали потом где еще было в италии пошла ну и путешествовала соответственно везде 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 вплоть до бразилии даже там побывала так работала я уже говорила что работала моделью не какой-то там не вот такой модель нет все нормально на контактах с агентствами с материнскими агентствами вообще все было под печать под бумажки суши прям коротенький давай сделаем в общем все было максимально официально так что не придраться даже никому и ни к чему есть мой даже любимый инстаграм где можно увидеть все мои фотографии мне кажется все будет ясно и понятно вот самое главное что в дубае не было в этот ходе такие слухи если было в дубае значит не модель ну в общем судите сами зарабатывала но бывало по-разному если честно в первое время когда приезжала в китай на агентство понимала что агентство не дает мне зарабатывать потому что там очень сложная система когда ты приезжаешь по контракту и тебя берут с другой страны тебя конечно же начинают автоматически обманывать и на тебе висит минус 600 тысяч в рублях скажу рублей и тебе этот минус нужно отработать плюс потом еще и заработать соответственно китайцы очень умный народ когда-то отрабатываешь им 600 тысяч минус а его можно отработать я вам хочу сказать за пару каталогов то есть съемок они любитель не любители это все растянуть на три месяца а потом просто другой девочки отдавать все твои работы чтобы не заработали никто кроме них вот соответственно после какого-то периода времени когда я работала три месяца у меня было за три месяца два выходных я заработала варикоз на работа по-женски я по моему простывала и так далее психанула ушла на себя потому что в конце месяца получила 60 тысяч рублей я сказала так нафиг мне это надо и уж пошла сама на себя работать и когда начала сама на себя заработать вот самая большая моя крупная зарплата за 7 дней работы 12-часовой я заработала около 500 тысяч рублей но тогда я пожертвовал пожертвовала своим здоровьем и пришлось очень-очень долго лечиться еще в россии но потому что была зима было холодно работа было много и набор кропотливая в общем были такие опыты были и конечно меньше суммы и нет больше не было это вот самый крупный заработок за короткий срок но если вы хотите так в месяц я зарабатывала достаточно неплохо чтобы обеспечивать себя за границей знаю что за границей много дороги жить нежели чем россии то есть себе заплатить за квартиру обеспечить полностью на тот момент я обучалась в институте оплачивала институте бы еще и вам помогала ну и помимо денежки собирала там чтобы было на будущее на что-то ничего хватило мне на все как это все клави клави и очень хорошо отношусь в никуда с ней не ругались никогда не было конфликтов вообще за меня ничего плохого не могу сказать кого больше хочешь блин сейчас хочу девчонку и это раньше хотела пацана мой сейчас будет пацан 1 что потом девчонку защищать сейчас такая думали хочу девочка на танцы водить туда-сюда не знаю короче кого бог даст правильно я сделала что вернулась на проект правильно конечно не нравится не смотрите а я вот такая наглая возьму и останусь так я думал тем мальчик был ну чувство такое что у меня будет мальчик не знаю почему и мало так и я тоже думаю что у тебя будет мальчик твой натуральный цвет волос слушайте ну вот она мой пушечка это это уже мой цвет волос светленький имя малышу придумали да я уже говорила что мне нравится имя адриан это не какой-то непонятное имя кстати это старорусское имя у него очень большое значение именам безумно нравится не больно нормально не знаешь единственно просто вот здесь у меня чувствительность а там можешь ковырять вот мне нравится адриан из мальчиков и девочек мне нравится софия владислава владлина и вроде пока все боюсь ли я родов пока не боюсь потому что наверно еще живота нет ничего не болит особо и токсикоз уже прошел все уже ничего не страшно но мне кажется буду бояться уже когда при ближе к родам видите у меня не факт я могу урожать сама могу возможно точнее возможно будет и кесарево песен почему потому что у меня очень плохое зрение и мне объяснили что мне нужно еще раз проверить зрение если внутри стали как всего что-то там не совпадет и тогда конечно сто процентов будет кесарить если нет то возможно буду сама на том еще будет зависеть от того насколько узкий у меня таз и на самом деле я себе миниатюрная в общем будет будут смотреть думаю только о себе на самом деле до начала думать только себе стараюсь избегать уже таких ситуаций которые по крайней мере мне неприятно либо уходить другую комнату либо отвлекаться сейчас буду возвращаться к медитации потому что всегда когда мне что-то напрягало из негативных эмоций я начинала слушать медитации это действительно помогает сейчас еще начну читать психологические книжки тоже отвлекаться на это но я кстати никите тоже посоветовал медитации послушать но не знаю послушать не послушает но в общем книжки тоже в помощь кстати если у кого здесь есть опыт подскажите какие книжки лучше почитать не по беременности а вот именно психологически последние нет предпоследняя моя психологическая книжка была это радикальное прощение я ее прочла очень интересно очень кстати помогла потом женщина с марсом мужчина с венеры как-то так называется в это последний мне не понравилось радикальное прощение очень даже но в общем кто в этом разбирается вы можете подсказать мне книжки я обязательно куплю почитаю что на данный момент я пока не знаю что прочесть но я в поиске так насти почему ты при каждом случае говоришь никите не забыл что я беременна видимо все равно сознание нет животика пока нет пока не понимает мне кажется когда животик появится тогда у него уже и осознание появится то что вот все настя беременна то четвертый месяц через неделю пойдет 50 килограмм весит конечно чтобы за подвеска ключик это мне мама день рождения дарила я не знаю где она его брала но я думаю что это не тиффани не знаю покажи живот а его нету нету животика еще откуда черная куртка все меня спрашивают эту черную куртку я записывала 300 stories я ее заказывала с асоса но ее уже там реально нету заказывала давно и это очень старая коллега ну как не очень старая я ее перед летом заказывала я думаю что она вряд ли будет но если кому интересно зайдите на асос и посмотрите куртки не знаю как они называются байкерские или excel размер по моему так с никита вместе мы общаемся к жанка с асоса вот кто-то пишет правильно самая красивая девушка спасибо зачем так много хайлайтера на нос в эфирах очень глаза бросается потому что мне нравится вот а еще по беременности начал распухать меня вот здесь носа мне это пипец как мне нравится и конечно я пытаюсь корректировать свой носик не уходи дом 2 обеспечит ну я на самом деле привыкла рассчитывать на себя на свои силы я думаю что нет я уверена что дом 2 конечно поможет в этом но как бы если я тоже просто буду сидеть на попе ровно мана небесная на мою голову не упадет так что в любом случае нужно что-то самой делать кто-то по кэроскопу стрелец как ты поддерживаешь оттенок и качество волос я покрасила челку она уже будто сухая слушайте сейчас у меня полный ужас на голове я прошу что-то не покрасили пока еще не записали к мастерам сейчас я помою только синим шампунем это у меня все равно цвет желтый корни отросли волосы сухие их нужно напитать краской либо чем-нибудь но так как мне сейчас нельзя же краситься и обесцвечиваться мне можно только без мячной краской поэтому я думаю что я продлю вот эти корни которые у меня отросли и уйду в более натуральный цвет вернулась бы жить в китай после родов на какую же китай мне после родов какой-то дружба с ребенком ну что я наоборот когда родится ребенок мне так английский китайский может еще третий язык и там уже если ребенок захочет куда-то поехать то я вообще быть только за мне тоже такое было я была очень злая сейчас я добрее а на шестом я сейчас на шестом месяце нормально вот я сначала тоже думала что это не нормально думаем позже как так можно ненавидеть весь мир и хочется убить всех а вот теперь понимаю чувствую что даже если меня что-то накаляет это злоба мне уже так не охватывает как охватывала раньше знаешь что делать если не хочется работать там где работаю найти куда не засушите но у меня было такое когда я не хотела работать на работе на которой мне не нравилось мне приходилось работать бывают жизни разные ситуации нужно перетерпеть и что там такое ничего страшного видите все нормально со мной и учитывая сейчас что происходит в мире с пандемией что можно немножечко потерпеть и вторую ножку вот можно чуть-чуть перетерпеть но я бы на вашем месте просто бы искала и какие-то другие варианты может бы и может вы найдете что-нибудь выходите к психологу с никита нет мы не пошли психолог чее три раза узнавала за психолога вроде пообещали но пока не привели я только за если честно если нам придут психолога мне так что очень даже интересный опыт будет но во первых это нужно будет делать неоднократно по поводу психолога то есть это не просто раз ты пришел пообщался и ушел нет это нужно курсом проходить психолога общаться вот во вторых имеет огромное желание изменить что-то в себе то есть я уверена что если нет желания и это просто приходишь к психологу и начинаешь изливать ему душу якобы что психолог тебе еще подачивал в этом такого не будет ну и третьих конечно же что самое важное не перекладывать всю ответственность на психолога это три аспекта по которым я считаю что если вот мы к этому придем тогда психолог поможет а есть так на отвали то конечно нет мне тоже была такая проблема зубами а вот смотрите у кого была проблема с зубами при беременности вы расскажите как вы выходили из такой ситуации беги завтра к врачу после родов и все почти пролечила что-то в манском нашла люблю я блин таких пацанов плохих насти сами как ты рисуешь стрелки вообще кстати я сняла вам видео своей косметички наконец-то полностью вот рассказала там продуктах которые мне безумно не понравились которые мне очень нравится а дешевые косметики которые мне пипец как нравится и я дорогой соответственно вот я его немножко обработаю кстати вот может сегодня и я выложу скажете пользуйтесь может тоже чем-нибудь чем пользуюсь я может у вас тоже есть какие-то фавориты либо подскажите что он тоже примерно из той продукции нравится ну в общем выложу видео мне прям интересно будет почитать ваши комментарии обязательно на них отвечу там ну и по мейкапу да надо этим заняться я знаю что многие пишут насти как ты делаешь стрелки все пишут что брови у меня татуированы нет мне свои брови я их так кражу и обязательно вам бы записала видео мне нужно немножко свободного времени сейчас и настроение потому что с плохим настроением не правда не очень хочу записывать вам видео и делать себя какую-то литимерную что у меня на камере все хорошо а на самом деле все плохо вот когда мне все хорошо я вам видео хорошее записываю когда полуза нет я сначала выкладывать не буду я хочу это сделать сюрпризом красиво осталось бы жить в шанхай на пмж нет он конечно очень классный мегаполис но я не хочу среди китайцев наверное жить и потому что я их не люблю их люблю вот столько-то там прожить то но вот прям на пмж наверно вряд ли подскажи что под ключик за ключик уже сказала что я не знаю что это за бренд это подарок от мамы я согласна с комментария то что у манс успенский не тащи его на муза думала уже об имени и стата как назовешь девочки уже ответила красивая будет счастливая спасибо настюх ты чудо обязательно пей витамины и кальция чтобы зубами не было проблем потом уже проблемы начались уже нужно удалять здесь крайне были болят ужасно но я уже какую ночь при мучаюсь и знаю что нельзя пить всякие обезболивающие поэтому пока терплю ты всегда была такая худенькая как поддерживаешь модельную диету во первых на диетах вообще не сижу не сидела никогда не любила если это был там одномерная диета то срывалась и ела еще больше так а почему такая худая на самом деле я на нервной почве очень мало кушаю а во-вторых у меня генетика такая я не особо поправляюсь я могу поправиться но не прям чтоб меня разнесло хотя мне кажется есть на себя щас так на карту или меня разнесет какое образование у меня средне специальные и выше на два диплом школьных соответственно три диплома так что свыше уже все нормально все есть кем на себя работала также по моделингу просто я работала напрямую с букерами которые мне давали работу они через агентство букера и работа получается я букер и работа такая модельная внешность у тебя манский тихий ужас так кстати в дубай несколько хороших модельных агентств и кто говорит что раз дубай была значит не модель смотрите дубай есть хорошие модельное агентство я знаю но насколько я знаю что там не типаж светленькие девочки то есть именно вот по моделингу по моделингу там виды темненьких девочек темнокожих особенно испанок итальянок вот испанок в основном они очень любят и когда я работала с агентством европейским я у них спрашивала куда можно поехать в теплую страну и когда мы заговорили за дубай не сказали что на есть ну там типаж вы прям девочки темнокожие смугленькие темненькие потому что работа в хиджабах и так далее поэтому мне не задалось но я как-то особо туда не не горела желанием поехать насть или строить другие отношения на проекте и говори за границу мне уже за границу уже поздно уже все у меня мирослава дарина вероника вот мирослава тоже красивое имя мне нравится ты корнишь себе лицо нет я кстати без себе лицо никого не здесь все свое скулы кстати которые все говорят что сделать все свое единственное что я делаю это губы это я не делаю раз в полтора в полтора года на и нос который сделала два года назад это он сейчас не такой который был изначально и он ухудшился расширился и у меня свой нос был такой же либо даже лучше вот я считаю нежели чем сейчас потому что у меня очень много здесь тканей наросло и я особой разницы не вижу если хотите я скину фотографии до и после с моим настоящим носом там тоже ничего такого нет либо просто вниз в инстаграме вот посмотрите там увидите прекрасно мой нос без фотошопа желаете любви пожизнь терпения мудрости спасибо мудрости не хватает правда что ты не думай только себе думать первую очередь ребенка я учусь думаю себе ребенке поэтому я пытаюсь не нервничать кушать правильно побольше красивая умница спасибо 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 ой столько кстати хороших комментариев я прям не ожидала три дня боялась тут заходить после всего что происходило посмотрел аккаунт доктор юрьев юрьева у нее много полезной информации о малышах хорошо так безопасно для вас ребенка в смысле что вы вяжете сумку убираете в магазине так это не мне Настя сохранись ее сейчас тяжело гормоны и так далее я вообще такой человек что лучше конечно сделать нежели чем не сделать и в любом случае разойтись можно хоть сейчас хоть через 10 лет но на данный момент я считаю что любыми способами нужно сохранять семью даже после такого две что у нас произошло нужно по крайней мере постараться и попытаться а развалить все в пух и прав но можно на правду в секунду поэтому мы сейчас стараемся один день я стараюсь в другой день он старается плохо получается но как-то короче так и живем так у него сын есть одновременная женщина ну как то да не знаю что колола себе в лицо только что рассказала скулы не колола напугала ты вообще села на коленке что не удобно всего столько хорошего желают я прям не ожидала спасибо то хейтят 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 срут и срут и срут и срут и блин сейчас зайду вообще опять обосрут нет прям приятненько так и в естественных родах и в кейсеросечении есть свои минусы согласны и это уже не мой выбор это уже будет назначать врач ни в коем случае не я буду выбирать так что будем смотреть как смотрите 5 дом 2 сделать его обратно бесплатным или нет ребят если честно я не знаю я сама об этом узнала только помню позавчера бы мне начали писать я как-то сама не в восторге от этой новости мне конечно это не жарко не холодно и что дом 2 не смотрю вот но я не понимаю сейчас на для чего это сделано волосы наращивайте да я нарастила волосы маски для волос делаешь какие-то сейчас не делаю так какие проблемы со зрением вижу иногда щурися ой я не то что иногда щурися я всегда щурися у меня этот глаз минус 2 по-моему с копеечками этот минус 1 и у меня сигматизм поэтому не тяжело очки подобрать тяжело гинзы у меня чувствительность и у них вот хотят посмотреть расширить мой зрачок посмотреть внутренности короче что у меня там и как и потом уже назначать какие у меня будут продать кстати это надо будет делать в скором времени скажи что-нибудь о китайском нет я стесняю говорить на других языках самом деле я английский уже не то что забыла я признаю что если сейчас начну говорить будет русский акцент мне это будет ужасно раздражать я стесняюсь этого вот не на китайском стесняюсь и на итальянском стесняюсь говорить на русском не стесняюсь так а что за краска для бразей такой легкий коричневый оттенок ну это фильтр так они у меня почему-то темнее но здесь у меня мои мои а вот тут я купила сифоровский гель я вот кстати выложу видео я про него вам расскажу я недовольна так везде пытаюсь найти такого же худи бежевую спринтом ярким как у тебя не подскажешь фирму худи бежевую спринтом что-то я не помню вы скрин мне пришлите так вы пошли к психологу нет пошли потому что я просила психолога нам пока его не дали настя микроплейтинг возможно убрать у вас татуаж нет у меня свои брови я кстати вот не в курсе по поводу микроплейтинга либо татуажа я не знаю как он убирается наверное что убирается как ты саморазвиваешься а во первых книжки мне помощь во вторых я очень долго договорилась по поводу английского языка и нашла девочки которые будут заниматься для того чтобы я просто не забыла свои навыки и как-то развивала свой мозг но у нас не получается по времени поэтому я до сих пор в поиске школа английского языка с которым я хочу заниматься и если там будут преподаватели не наши американские в общем англоговорящий будет вообще шикарно кстати наверное пост напишу о том что я вот сейчас в поиске очень хочу продолжить заниматься английским языком так книжки потом что языки сейчас конечно хочется ходить спортзал что я обычно не хочу но мне нельзя так я тоже в этом развивалась но это все уже ладно после беременности так и развиваюсь да я никогда в жизни не вела instagram блоги я не знаю чем говорить не знаю что писать не умею правильно фотографироваться для инстаграма и расписывать там вам все красиво вот сейчас немножко наверное буду осваивать эту тему чтобы как-то было интересно потому что я понимаю что я ни фига не блогер хотя у меня есть очень много что рассказать учитывая где я была что я делала и то что я сейчас на проекте но я не знаю как это все скомпоновать а ну еще учитывая что я владею макияжем тоже хочется вам это красиво показывать монтировать же я никогда не умею ну вот как то надо в общем учиться так курила до беременности айкос да которая кстати выкинула прям в мусорку очень красиво мне кажется что будешь отличная мама и спасибо так посоветовать книги интересные для саморазвития ну вот я кстати советую мне подружка вот тоже про нее ты можешь мне говорить это подружка вот не все время утвердила за эту книжку господи забываю как она вечно называется я про нее выше говорила все не работает уже психологически мне нравится но именно те которые действительно не фигня вот как женщинам с марса мужчины с венеры или как они правильно вот точно не помню вот по мне это полная фигня а вот радикальное прощение и их там несколько частей вот эта книжка дает о себе знать прям нормально очень интересно но она тяжелая она не всем заходит как ты реагируешь на негатив на самом деле когда как когда я к нему спокойно отношусь может в зависимости от настроения не знаю когда-то прям очень плохо что меня раздражает я не могу молчать мне прям надо высказаться оспорить все это и так далее все это говорят вот опять хамишь ты опять не уважаешь ну потому что я считаю это мнение там неверным неправильным некорректным не объективным поэтому я не хочу чтобы люди говорили всякую ерунду вы мне напоминаете бэмби с мультика такая же хрупкая красивая особенно глаза ой спасибо приятно насть если ты есть хейтеры среди твоего города или бывшего окружения у меня есть хейтеры вообще вот а вот в плане того что из моего города или бывшего окружения вот это я не знаю ну кстати насколько я знаю что у меня город прям очень сильно поддерживает мне постоянно пишут в директ то что вот Ставрополь с тобой с театром даже соседка мы тебя видели мы тебя там это прям очень очень приятно что любишь во время беременности что любишь во время беременности у меня нету какого-то фонетизма на что-то как говорят мел кушаю там еще что-то еще что-то соленые огурцы вообще ничего такого нет прям ем как обычно а ну хлеба я больше начала кушать но ну это не прям такое предпочтение мы были операции на лицо да нос так подскажи откуда бежевая ходи с ярким тентом я не могу понять что за худе вы мне пришлите фотку в директ я тогда отвечу свадьба будет свадьба должна была быть 15 сентября она не произошла мы не пошли в загс я не сплю потому что я сижу на педикюре а потом еще мне маникюр будут делать к сожалению красота требует жертв рапунцель это Оля а вся как Настя по-братски были операции на лицо по-братски отвечаю да только нос низкий токсикоз или изжога вот в первом триместре изжога была ужасная пила нарзаны токсикоз тоже был сейчас слава богу тут ничего нету хотя мама красивая спасибо как тебе как себе сделать скулы ну не знаю ребят я кстати сама ой я себе скулы не делала у меня свои такие я на самом деле когда вот здесь коля девчонки мне не очень нравится но это прям очень сильно видно и для меня это похоже прям на какую-то другую ориентацию я предпочту лучше бейкинг наверное косметика это очень-очень легко сделать скулы себе шикарные скулы если хотите кстати запишу вам видео по бейкингу мне это очень нравится я люблю контурировать свое лицо в общем покажу как ну у меня конечно они есть но просто покажу на себе это можно легко сделать как модели других худеют может знаешь секрет не едят они просто вот и все стараются не есть худые какой цвет будешь делать вот такой вот ну на ногах с блесточками а на руках только нюд Аделай да красивое имя да необычное прям добрый вечер а что на нос делали или на пластику я делала Анастасия ну какой я Анастасия у меня дочка еще будет Анастасия моего сына зовут что не понимаю почему это красивый мейк это красотка снимаем макияж чаще блин все пишут ребят займусь правда займусь клянусь вот даже отсюда лампу стырю и запишу вам видео так сколько у тебя недель у меня 13 недель и пару денечков уже практически 14 а если бы сейчас вы бы не были беременны стали бы сохранять отношения думаю что вряд ли это манский ни с кем не будет как только могла довериться так ладно не буду плохое читать Никита не больно не нормально нормально ребята все не отвечу потому что вопросов правда ну очень много я прям не успеваю еще без очков я щурюсь так классика ты молодец перекиси да спасибо книжки 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 тупенькая по эфирам ну я думаю вашим диалогом все сказано а вообще неудобно вот это очень низко да Стюш удачи тебе терпения спасибо спасибо да вот мне кстати вот правда нужно только терпение все худи из эфира где я с красными губами на 3 из бузов блин ребят не помню скиньте пожалуйста ты ж моя хорошая радикальное прощение советую всем во там есть вторая часть надо вот ее тоже почитать так зубы венеры нет не венеры то болят по беременности если развалится все от беременности то придется походу венеры ставить все мне тут пишут мне спать надо мне спать надо мне тоже спать надо я тоже хочу и слава богу что ей до альоны далеко да слава богу вот я правда не дотягиваю я вот я просто настя просто приехала в шанхае и вот просто так получилось я не дотягиваю согласна сколько миллилитров в губах ребят не знаю сколько я доверялась своему врачу и вот она сколько мне качают столько у меня получается начни с себя не с никиты да вообще всегда нужно с себя начинать почему тебе такой как расшифроваться милана рома милана романа все очень легко и просто что настюша ответь пожалуйста как л а что такое л не могу найти что закажанка так и спать пора не в эфирах сидеть да педикюр сам себя не сделает у нас у тебя царская фамилия романа это лучше хорошо по папе только я паршину так пусть с никитой расстались то общаемся пытаемся помириться есть ты и ребенок вообще все у меня я сюда себе уже вложила ребенок на первом месте вообще вот все так ты не хочешь девочку назвать миланой раньше хотела а сейчас как то не особо хочу если честно али алиона на ногу лучше е той тупенькой я думаю что мне даже отвечать на это не стоит хорошо пусть будет так почему милана не знаю вот такой у меня никнейм ребят какое у тебя зрение уже отвечала минус 2 с копейками минус 1 это красотка думаю о себе правильно думаю думаю ну а бабики сейчас думаю в первую очередь прям уже настолько загоняюсь что в какую школу в какой детский сад на какие кружки что купить что делать куда жить в общем у меня прям такой головняк по этому поводу я прям очень мне кажется буду замороченной мамой так сколько у меня лет мне 24 так Настя подскажи ты покупала платье черное у тебя в посте есть фото в нем черное платье а возможно если это про пушистое платье то это Zara правда что куришь нет неправда было такое на нервном стрессе но когда уже все понимала что семья развалилась я там мать-одиночка все плохо жизнь говно не знаю что делать вот тогда да потянулось но не в ежедневном порядке ты будешь самой лучшей мамой да потому что мне кажется мало кто может понять но нервы иногда не выдерживают это правда реально не знаю что что уже вообще делать в этой жизни вот куда тебе идти какую стенку головой биться и так далее что будет за жизнь если не проекта Никита где деньги брать будешь вообще не понимаю вы хоть грамотно мне это допишите чтоб я понимала все будет хорошо да если я настраиваю эту коннект то в любом случае все будет хорошо главное не сидеть на месте надо что-то делать надо стремиться надо развиваться учиться я вот до сих пор вот думаю о том чтобы еще пойти на второе образование мне прям так хочется на лингвиста еще отучиться в общем планов куча идей куча и по работе мне так очень много чего хочется сделать куда полпачки курила нет никаких полпачек не было и я не знаю утрирует ну правда ну уж очень сильно о мэртика подружаним это где выучила столько языков сама потому что жила за границей и выхода у меня не было Настя хочу на проект как попасть заявки кидал десять тысяч раз там Машка Бондарь без меня пропадает так ну не знаю отправляйте заявку а потом он перезванивает значит что-то вы не так заполнили попробуйте перезаполнить я наблюдал за Никитой он не любит когда женщина выносит ему мозг да я очень люблю выделывать мозг возвращайся я уже вернулась всем на зло да скажу фиг вы меня выгоните то так легко думали что от меня избавиться а фиг там няню будешь брать для ребенка вот кстати интересный вопрос в самом деле скорее всего да ну наверное на первоначальных месяцах первый там второй когда родится мама наверное все таки мне кажется побоюсь доверять няне а потом конечно няня насти ответь пожалуйста какая неделя у тебя практически 14 бумажки передать привет все бумажки передам привет хорошо буду бежевым делать я всегда делаю нюдовые оттенки ладно ребята все вам уже правда пора спать я пошла дальше наводить красоту смотреть national географик я сейчас познаю про подводный мир я заинтересована этим вот почему пошла дальше развиваться вот постараюсь кстати обработать видео скинули по поводу косметики и записывать вам видео макияжа и почаще выходить в прямой эфир с вами